Помеха справа Она Надо учить правила Так, ну чего, друзья Закончилась у меня тренировка Была персоналочка По боевым искусствам А потом сегодня я убивал Ножки на петлях TRX Вот сколько мне доводилось С разными людьми разговаривать По поводу петель TRX Ну это с теми, кто не в теме Кто знает, что такое петли TRX Но на них особо не работает Просто представляет, что такие есть И абсолютный большинство знает, как на них Руки работать Кое-кто знает, как спину, грудь Но вот по поводу ног Прям засада В основном никто не знает Как на них правильно ноги прорабатывать Знают, предположим, некоторые даже Что можно засунуть туда ногу И сделать, типа, выпады На другую И, в общем, как бы на этом все На самом деле, друзья Это все не так Я сегодня записал второй Ну не урок, не знаю Второе видео По поводу тренировок Моих на петлях TRX Первое было по надплечью А это вот было по ногам Вот хочу сказать, что я еду сейчас с вами домой Я педали нажимаю У меня машина на ручке Приходится работать с мгдвумя ногами Ни одной, да? У меня ноги трясутся Прямо реально А когда подходы я делал У меня отказ был полный ног То есть я встаю после Ну, как упражнения И у меня ноги подкашиваются Я падаю на четвереньки То есть реально стоять не могу Я никогда не убиваю Ноги на тренировке со штангой Так, как можно их убить в TRX Или надо, когда со штангой или гантелями работаешь Делать огромное количество дропсетов То есть брать штангу Приседать с ней Потом брать гантели Приседать с ними И так доводить до минимального Чтобы не мог уже присесть Совсем даже без гантелей Вот тогда будет примерно эффект тот же самый А с петлями TRX эти дропы делать очень легко То есть отклоняюсь на один угол Или без угла Работаю со своим весом Потом чуть угол изменяю Чтобы было легче Работаю уже облегченно И потом, когда уже совсем отказ идет Не могу работать Уже работаю чуть-чуть дорабатываю руками То есть старт делаю с помощью рук И довожу до такого состояния Что отказ идет полный Потом просто я петли бросаю Уже не вешу на них И в итоге ноги не держат совсем Вот я сделал сегодня 5 упражнений В 3-5 подходах каждой Это пипец Я говорю, я сейчас еду Давлю на педали У меня ноги трясутся Боюсь как бы в аварию не попасть Но сейчас вот уже посидел немножко Проехался Уже полегче стало намного Так вот, значит, видео я выложу на ютубе На канале Что это такое Как я ноги прорабатываю На петлях TRX Мне что нравится С петлями TRX Проработки ног В них можно работать все И на силовуху И на плеометрику И на изометрию Вот Запросто Но особенно нравится то Что можно плеометрическую нагрузку давать Это различного рода выпрыгивания Под разными подуглами С очень хорошим контролем То есть изменяя натяжение Угол натяжения петель TRX Мы выпрыгиваем таким образом Чтобы быть все время Быть перпендикулярным Чтобы вектор прыжка Был перпендикулярен Вектору натяжения петли И все И тогда можно под разными Это под углами Чем мы меняем углы больше Тем у нас более качественно прорабатываются Различные Спилизаторы Пучки Продолжение следует... А все равно есть такие зоны Где вообще подвисает Извините, не увидел С какого места зависло Не знаю, что пропустили Просто повторю последний тогда Важный момент Когда мы работаем На петлях TRX На плеометрику То есть Выпрыгиваем То Значит Всегда выпрыгиваем мы Перпендикулярно Вектору Натяжения Самой петли То есть Перпендикулярно петле Саму тросу петли И соответственно Меняя угол Этого натяжения То есть Отклонения Да Мы можем Более вариативно Проработать все мышцы Стабилизаторы Связки Суставы Поработать их В разном Совершенный режиме Ну и разумеется Выпрыгивать можно Сильнее Меньше Из более глубокого Приседа Из менее глубокого Приседа Ну и соответственно Вот таким вот образом И дорабатывается все Если же мы работаем В висе То мы можем себе помочь Когда уже Там отказ полный С помощью рук Подтянуть еще дополнительно Да То есть Опять же Получается Можно дропы делать Даже Самогиплиметрические Дропы Там Запрыгивание на тумбу Вы например Так нормально Сделать не сможете Это вам надо Тогда как делать Ну то есть Надо подготовку Все время какую-то Надо между Этими Упражнениями В дропе Все равно Делать какой-то Разрыв То есть Каким образом Вы например Прыгаете с отягощением На поясе Или на ногах Потом отстегиваете Его Прыгаете просто так Потом прыгаете На менее высокую тумбу И так далее То есть Вам надо все равно Переходить между Самоги-снарядами Или какие-то Самоги-снаряды Брать в руки Или пристегивать На себя И все На петлях же Вы делаете все Безостановочно Совершенно Безостановочно То есть Изменение нагрузки Вы делаете безостановочно Чувствуете Одним способом Уже не получается Делайте другим Вот Интересное видео будет Обязательно Посмотрите Это Как бы Первый кусок Кстати Если у вас есть Какие-то вопросы По занятию С петлями TRX Черкните прямо сейчас Вот Почему-то в эфирах Вы Не любите Да Там Сразу писать вопросы Или какие-то Самые Ну Мнения свои Мне наоборот Будет интересно Вы не обращайте Внимание На то Что я говорю Без пауз Как ваши вопросы Появятся Я сразу На них ответить Попытаюсь А вы В своей подготовке Файтерской Используете Петли TRX Я хочу сказать Что вот Такие вещи Как Петли TRX И резина Делают Вообще Любую тренировку Просто Фантастической Олег Пуаров Привет Привет Еще раз Я рад Что у меня есть Постоянные Зрители Это вообще Великолепно Вот Буду рад Если вопросы Какие-то будут Обязательно Вот Значит Резина И TRX Почему резина Еще мне это нравится Я последнее время Активно подключил резину Во подготовку Купил себе Несколько комплектов Самой разной резины На самом Ну С самой Разной силой Сопротивления Вот Потому что Если уметь грамотно Пользоваться резиной И располагать свое тело По отношению к ней Чтобы нагрузка Шла постоянно Чтобы не было Мертвой фазы Когда Резина Находится Перпендикулярно Рычагу Вот Когда идет отдых В конечной точке Или в конечных точках То Можно работать Вообще Просто Ну Уражение Просто Фантастическое Как можно делать Просто Коса То есть Рука Работает На Апитуде С Гантли Тоже Так Очень С С С С С С С С С Ну Разумеется Разумеется Одновременно с этим Можно изменять Немного положения Тела В итоге Закрепили резину Перед грудью И можем работать Немножко наклонившись На бицепс Отклонившись На بицепс В итоге Мы можем Вариативно Проработать Все, что только можно. И верхнюю порцию, и среднюю порцию, и точку прикрепления в районе плечо-лучевой мышцы, где она крепится. То есть, много всего. Вот это хорошо. Кстати, забыл сказать про петли TRX очень-очень важный момент. Всегда, когда вы работаете с петлями TRX, вы в той или иной степени работаете в висе. Ну, вот это не полноценный вис, как если бы вы висели на перекладине, но это вис. То есть, с отклонением. А так как у вас упражнение вы можете делать гораздо дольше, чем со штангой, а ручка у TRX довольно-таки толстенькая такая, то у вас офигенно предплечья прорабатываются. Офигенно. Больше того, хотите ли вы или вы не хотите, вы обязательно предплечья дорабатываете и супинацию сомги кисти, и флексию. То есть, вы доводите руку вот до такого состояния. В итоге у вас, это если вы делаете прямой хмот, обратный делаете, у вас возникает экстензия. Вот. И в итоге прорабатывается кисть и предплечье просто офигенно. Если я вот, например, работаю тренировку из пяти упражнений в пяти подходах на грудь, на плечи, на руки, вот, такую самосолевую, в ногах это меньше сомги сказывается, потому что там, конечно, большую нагрузку на себя берут руки, ой, ноги, а руки только вспомогательную. Когда уже мы, типа, добиваем сомдропами. Вот. Так вот, когда работает грудь, плечи, руки, то там, в общем, приходится постоянно на петлях-то реально висеть. И предплечья забиваются просто колоссально. Специальных упражнений на предплечье делать в таком случае вообще не нужно. Они абсолютно хорошо прорабатываются в работе на петлях. Так, вот так вот. Наташка, привет! Рекомендую очень поработать. Ну что, друзья, давайте сейчас вот я еду, умею ехать еще минут 10, наверное. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Кстати, не только по петлям TRX, если вы зададите другого рода вопросы какие-то по тренировкам, по резине в том числе, или по силовой подготовке, полиметрической подготовке какой-то для файтера. Привет, Юрий! Вот. Я обязательно вам сейчас на них и отвечу. Ну, в силу своей компетенции, разумеется. Как смогу. Думаю, что смогу. Вот. Ну все, ноги вот отходить начинают. Уже на педали давлю, уже не дрожат. Кстати, если вот есть такая вещь... Да, привет, Наташ, привет. Еще раз. Есть такая вещь вообще-то конкретная. Вот если вы мышцу не доработали на тренировке, то потом после тренировки, если вы ее сократите, очень часто сводят ее. Это значит, вы ее не добили. Если вы мышцу добили до такого состояния, что она ушла в отказ просто капитально, то капец. Вы при всем желании мышцу не сократите так, чтобы ее с вами свело. Ну, не сведет ее. И все. Если у вас только, конечно, нет обезвоживания. И нет проблемы с целевым обменом. Вот. Наташка пишет, что использую петли и резину. Ну, резину-то вы должны, скажем так, использовать. И вообще фехтовальщики, в том числе и кэнда, они резину очень любят. Кстати, резину любят очень бойцы ММА. Они используют ее для тренировки быстрых проходов и быстрых стартов различных. А еще, кроме того, я хочу себе, честно говоря, приобрести одну фиговину. В интернете много ее видел. Ну, приобретать желания особо нет. Может, кто подарит. Бывает такое мне делать. Или дадут, в самом деле, на пробу, для того, чтобы я записал в самом деле видео. Или, может быть, как-то, в самом деле, под ситуацию подарит на Новый год и так далее. Закажу, может. Вот. Это такой, в самом деле, пояс. От него идут четыре резины. То есть, две надеваются на предплечье, на кисти, на запястье. А две на лодыжки. И, то есть, когда работаешь ударную технику, ну, типа боя с тенью или работа на мешке, то всегда, значит, приходится преодолевать сопротивление резины. Здесь, конечно, есть особенности. Потому что, учитывая то, что прикреплено на поясе, если мы руками наносим удар вперед, то немножко неправильный, конечно, вектор противодействия будет удару. Но это больше, как бы, на такую функциональную подготовку. Для техники рук... Продолжение следует...